Добрый день! Настало время обсудить итоги вчерашних выступлений разных лиц в городе Вашингтон. Дело все в том, что вчера, безусловно, все внимание было приковано к пресс-конференции Джерома Павла по результатам заседания Федрезерва, который некоторые считали очень важным и эпохальным. Но там какой-то сенсации не произошло. Хотя, конечно же, рынки, как всегда, реагировали на пресс-конференцию. Но дело все в том, что во время пресс-конференции примерно в те же часы происходило еще два события. Во-первых, глава Федерального казначейства Дженет Йеллен выступала перед загадателями на Капитолийском холме. И там она несколько раз запуталась в показаниях. Возможно, это повлияло на такую реакцию рынков вчера. Напомним, что весь день с утра рынок рос. Потом чувствовал себя так, затаившись, притаившись перед пресс-конференцией. А потом вдруг в последний час резко пошел вниз. Некоторые связывают это как раз с историей с Дженет Йеллен. Есть еще версии о том, что в то же время в Вашингтоне проходила встреча регулярно Вашингтонского бизнес-клуба, которую проводит известный очень инвестор, у которого в компании раньше работал Джером Пауэлл. И не только он, кстати. Это Дэвид Рубинштейн, основатель компании Carlyle. И вот он в качестве журналиста подрабатывает в Bloomberg. У них специальный контракт. И Bloomberg это все дело транслировано. Правда, транслировано это позже, но наверняка участники этой встречи. А это очень влиятельные люди, в том числе инвесторы, безусловно. Это слышали. А интервью, которое он вел на сцене, было с главой Сити Групп Джейн Фрейзер. И там он сказал тоже очень много интересного про банки, про Сити Групп, про свои планы. Это могло инвесторов тоже испугать. Ну а вот какая версия, кто поможет нам разобраться в произошедшем, это, безусловно, Алексей Голубович из Арбаткапитал, который тоже за этим внимательно следил и наблюдал. Алексей Дмитриевич, приветствую вас. Здравствуйте. Ну я вот разные версии событий вчерашнего дня перечислил. Давайте вашу версию послушаем. Ну, наверное, говорить о том, как рынок воспринял решение Пауэлла, уже поздно, потому что все уже случилось. И можно только, как резюме, сказать, что ФРС пытался пройти по такой тонкой грани между признанием реальных и грандиозных, на самом деле, проблем в банковском секторе. И так бы это все и поняли, если бы они в Аппи не стали поднимать ставку. Вот все-таки немножко подняли. И, с другой стороны, ФРС попыталась сделать вид, что оно еще борется с инфляцией. То есть вот на полпроцента не подняли, на 0,25 подняли. Все-таки мы боремся с инфляцией, которая никуда не делась и, скорее всего, будет только ускоряться. Вот в остальном это решение можно считать правильным, потому что все равно надо было повышать. Рынок, если говорить о рынке, как о неком сборище граждан, желающих, чтобы все отскочило, чтобы выскочить, он, конечно, надеялся на лучшее, лучшего не случилось. Сегодня рынок, скорее всего, продолжит снижение. И если упомянутые вами заседания клуба здесь прокомментировать, то весь вопрос как раз вот в этих самых участниках клубов таких, да, потому что тот же Карлайл, упомянутый, это один из основных, так сказать, ну, назовем это хищников в хорошем смысле, среди нескольких других фондов, Амапола, Карлайл, Блэкстон туда уже подгребает. Те, кто собирается раздербанивать портфель Silicon Valley Bank, там было порядка 80 миллиардов долларов выданных кредитов, которые теперь сразу все стали плохими, хотя они не обязательно были плохими, плохой был банк Silicon Valley. И теперь вот фонды, которые занимаются подобными инструментами, они будут это там за 10%, может, чуть дороже, может, меньше от балансовой стоимости выкупать и потом пытаться на этом заработать кратно. Отсюда, соответственно, и внимание упомянутых гражданам к тому, что делает Павел, потому что Павел работает в данном случае на них. Рынок ниже, денег, так сказать, меньше потребуется на скупку таких активов, а скупка активов типа плохих кредитов, плохих облигаций, которые стали очень плохими в результате банковского кризиса, это несколько более длительный процесс, чем, например, купить рухнувшие акции, чтобы они отскочили. В общем, наступало прекрасное время для спекулянтов, все этим сейчас будут пользоваться. Ну, будут пользоваться, в первую очередь, большие спекулянты, хедж-фонды, такие вот особенно монстры, как Carlyle. Что касается ситуации в целом по рынку, давайте на нее обратим внимание. Создается такое впечатление, что, конечно, есть ассоциации с другими банковскими кризисами, каждый из них протекает по-разному. Вот история с Лимон Брадос, она тоже не сразу началась, она имела предысторию свою, даже не один год, и не только с Countrywide Financial или B.A.S. Тернс, но и более раннюю. То есть, оно все перетекает из одной в другую. Но вот если сравнивать течение нынешнего кризиса, там Credit Suisse, возьмем Silicon Valley Bank, Signature Bank, и теперь вот First Republic несчастные, то такое впечатление, что рынок особо на историю 2023 года внимания пока не обращает. Понятно, обращает внимание банковский сектор, именно, что касается региональных банков, сектор недвижимости вчера обратил внимание, какие-то другие вещи. Но отметим, что тот же самый Nasdaq 100, хоть вчера и скорректировался, но находится недалеко от максимумов 2023 года. Вот как начали они расти с января, так, по сути дела, ситуация по большому счету не изменилась. Что вы ждете? Все-таки, каков наиболее вероятный сценарий из вашей оценки? Все пойдет скорее вниз, то есть Big Tech пойдет туда же, вслед за финансовым сектором и за энергетикой, за нефтянкой, или все-таки ситуация еще до конца не ясна? Ну, она до конца, конечно, не ясна, но если сравнивать с прошлым кризисом, мы сейчас где-то находимся в первой половине 2008 года. Сравнивать Silicon Valley Bank с Бирстирс можно, ну так, скорее, на символическом уровне, потому что Бирстирс был большим, но не гигантским брокером, который обанкротился, потому что залезал в деньги клиентов, его выкупили, тему замяли, а потом Лемон Брадас исчез. Чего не произошло ни с Credit Suisse. Кстати, Wall Street Journal недавно во мнениях публиковал интересную статью, что проблемы могут быть не только у Credit Suisse. Credit Suisse вызвал проблемы, обратил внимание на проблемы всей Швейцарии. Ну, это мнение, частное мнение остается частным мнением. Глава Сити Групп также много хорошего сказала про банковский сектор, о том, что проблемы Silicon Valley Bank ждут и другие. Такие же банки и Сити Групп не применят ими воспользоваться. А First Republic Bank, который подупал очень сильно вчера, Сити Групп, дескать, покупать не собирается. Но там организаторы и их конкуренты, JP Morgan, честь, чего бы это Сити Групп было рассчитывать на спасение этого банка. Тем более, что Сити Групп и в прошлый кризис никого не спасал. Скорее всего, спасали Сити Групп и, похоже, спасли. И что делать в этой ситуации инвесторам? Мы видим, немножечко подупал доллар. Это хороший сигнал обычно на рынке, но это в стабильной ситуации. А еще бывает, когда падает доллар, растет золото. Золото тоже в последнее время прибавляет. Вот что, Василий Дмитриевич, вы посоветуете с точки зрения инвесторов, находиться ли в каких-то защитных активах? Тоже золото может быть. Может быть, шортить? Активная жизненная позиция? Или быть вне рынка в кэже? Спасибо. Спасибо. Ну, к сожалению, Алексей Дмитриевич от нас отключился. Спасибо большое, Алексей. Алексей Голубович из Арбат-Капитал был с нами на прямой связи. Мы обсуждали итоги вчерашнего дня, который был, может быть, довольно бурным, но не столь бурным, как это иногда бывает. К нам подключился Александр Розуваев. Александр, приветствую. Добрый день. Хотелось бы продолжить с тобой эту тему. Федрезерв, Дэвид Рубинштейн, Джанет Йеллен в Конгрессе и золото. Что делать нашим инвесторам с нашей колокольни, если посмотреть, действительно, что будет с долларом, что ждать от цен на золото? Ну, мы знаем, что в России, вот сейчас в ведомости пишут, везлицам разрешат добывать золото. Отменили НДС на золото, что повлияло на покупки состоятельных россиян, которые нарастили свои вложения в золото за год на 70 тонн в 2022 году. Насколько такая стратегия оправдана? Ну, с моей точки зрения, в условиях глобальной табулентности золото – это лучший защитный актив. Поэтому покупать золото – это правильно. Вчера были цифры по международным резервам в России. Почти 24% доля золота – это очень хорошо. На момент, когда появилась буржуазная Россия в декабре 1991 года, наш золотой запас был равен нулю. Как писали Борис Федоров, министр финансов тогда, в начале 1992 года, пришел к Ельцину и спросил, нельзя как-то у Горбачева узнать, куда делся золотой запас страны. Вот то, что сейчас больше, чем на 100 миллиардов долларов у нас золотой запас – это заслуга последних 20 лет. С моей точки зрения, Федрезерв – упертые монетаристы. Инфляция – повышение ставки. Хотя инфляцию издержек очень сложно задушить повышением ставки. Вы повышаете ставку – это очень плохо для рынка облигаций. А значит, и для банковской системы. Это плохо для людей, которые привыкли все время там жить в кредит. Ну, не сложная ситуация, но так или иначе. Я склонен предположить, что, видимо, они работают на Трампа. Ну, это так, конечно. В плане шутки, но не действительно сложная ситуация. Обама был фартовый, деньгами все залили в 2008-2009 году, все было хорошо. Теперь ситуация принципиально другая. Ну, давай сейчас перейдем к нашим историям. Дело все в том, что недалее как на днях, 20 марта, Мосбиржа рапортовала, что зафиксировала максимальную активность страны частных инвесторов, коих у нас в акциях подавляющее большинство. Сейчас превысило 81%. Максимальная активность в 2023 году. Во-первых, это визит Сыдзиньпини в Москву, безусловно, сыграла свою роль. Во-вторых, это и чисто такая более приземленная вещь, это дивиденды Сбербанка, которые ожидали оптимисты на уровне 50%. Некоторые еще даже рассказывали сомнения, злые люди. Но были и еще более проницательные, которые говорили, что они могут заплатить 100%, потому что в прошлом году ничего не заплатили от прибыли. А Сбербанк заплатит, судя по всему, 200%. И теперь уже те же самые люди, которые не ожидали, говорят, что теперь больше 50% нужно ждать дивиденды от ряда других компаний с госучастием. Вот такой вопрос у меня. Ралли в акциях Сбербанка. Вопрос, кстати, по адресу. Именно вам, Александр. Акция Сбербанка закончилась или не закончилась? И могут ли к нему присоединиться в том же успешном движении вверх акции наших других компаний с госучастием на фоне дивидендов? На самом деле, событие знаковое. Хотя было у меня хорошее предчувствие, что примерно так и будет. Я поменял свой взгляд на российский рынок, а вообще на индустрию. В прошлом году я считал, что мы тихо врем. Потому что год назад было ранение, несовместимое с жизнью для брокеров российских, для рынка акций. Вот теперь я верю, что мы будем жить, и все будет хорошо. Логика в том, что другие госкомпании, учитывая дефицит бюджета, будут щедро платить. Абсолютно правильно. Сбербанка. Будем считать, что это еще начало года, первый квартал. Я вот ух свою даю, что в этом году мы увидим 300 рублей. Другие госкомпании, они мне нравятся меньше. Хотя, опять-таки, визит китайского лидера, ну, надо так прикинуть, а какие компании от этого выиграют? Прежде всего выиграют Газпром, который собирается к 30-му году под 100 миллиардов кубов продавать в Китай. До той экспансии, которую Газпром имел на европейском рынке, ну, там, последний пяток лет. Нормальный объем продаж в Европу был 130, но это уже где-то сопоставимо. Хотя есть, конечно, и другие идеи под Китай. Это удобрение, конечно, ФосАгро и Акрон. Это другие там бумаги можно посмотреть. Кстати, тот же Сбер, потому что если Россия идет в рост по экономике, все деньги рано или поздно оказываются там. Но это не Газпром, а не нефтянка, а налоговый режим другой. Так что разворот на восток, он очень интересен. И не только сырье или удобрение. Кибербезопасность, против технологий, враги одни и те же на Западе. У нас уникальный опыт кибербезопасности. Интересно китайцам будет. Вот, кстати, что скажет 6 апреля позитив на тему своей дивидендной политики, очень интересно. Они, с одной стороны, IT, акция роста, с другой стороны, они платят. И люди, которые купили в момент мобилизации в конце сентября, они очень хорошо заработали, кто не побоялся. Так что я, как был по жизни быком, родившись в год быка, вот я им, видимо, уже до конца и останусь. Я считаю, что мы все преодолеем, заработаем много денег, и все будет очень хорошо. Но, опять-таки, самая фундаментальная бумага, там дивиденды по префа могут быть, но самые хорошие. Я считаю, что по ней будут хорошие новости, конечно, сургул. Понятно. Но хотелось бы еще одну тему затронуть, вернее, три темы. И вчера три компании из трех разных отраслей, их акции показали максимум за 52 недели. По стратегии инвестирования в акции роста, а у нас как-то ее не особо любят, у нас и компаний роста типа мало, да? Именно такие бумаги стоит инвестировать. Ну, собственно говоря, это какие отрасли? Это углеводороды, это билон. Можно сказать, что это ставка на коксующийся уголь или на НПЗ, или на энергетический уголь. Ну, все вместе там, да? Это водка, потребительский сектор, белуга. Да, и это Банк Санкт-Петербурга. Блинная компания. Сегодня совет директоров, кстати, потому что по дивидендам, дивиденды, кстати, по обычке они не платят, ну, по префам платят, но зато у них байбэк хороший. Вот три отрасли, водка, коксы, там вот деньги, естественно. Что можно выбрать и стоит ли советовать такую тактику инвесторам, которые у нас любят, конечно, дивиденды. Сейчас дивидендный сезон, понятно, и любят искать то, что подешевле. То, что подешевле, ну, понятно, сейчас весь нефтегаз, Газпром, Роснефть. Ну, водка мне нравится. А так я все-таки смотрю достаточно консервативно, потому что ликвидность в этих бумагах не очень. Соответственно, там движение вверх и вниз может быть необоснованное фундаментальными причинами. Финансовый сектор нет, кроме Сбера, ничего. Если совком банк, хотя они сказали не в этом году, но по ситуации же все, проведет IPO, ну, может быть, у них бенчмарк будет Сбер. С премией, с дисконтом даже может быть с премией. Прямо видим как. Совком это очень интересно. Я надеюсь, они не пойдут после размещения путем Сбера, а не путем ВТБ, который по 13,6 размещался. Ну, вот, собственно, почему я про эти небольшие относительно компании, про эмитентов спросил, потому что у нас большинство наших зрителей, это не профессиональные участники рынка, их также большинство на бирже. И денег у них не обязательно, у каждого очень много. Поэтому, если человек немного, часть портфеля попробует спекулятивно поиграть, например, в акции Белуги, что в этом плохого, или в акциях Биллона, вот, в такую игру, не все же должны покупать только Газпром и Сбербанк. То есть, тогда рынок будет из двух бумаг состоять. Как вот сейчас говорят, S&P 500 13% достигла доли двух бумаг. Такого не было с 1978 года, Apple и Microsoft. Это, может, для них хорошо, а может, и не так хорошо. Вот, и для нас то же самое. Я просто люблю, когда движение бумаги объясняется хоть какой-то фундаменталкой, ожиданиями какими-то там. А когда диквидность не очень большая, то и вверх, и вниз, может быть, просто, ну, покупка или продажа какая-то сделана. Технологис, кроме нарратива, да, который вполне оправдан. Ну, там, нарратив водки, что же есть? А в любом случае, мы сейчас тут не разберемся без бутылки. Александр, огромное спасибо, Александр Розуваев. Денег остальное купим. Да, Александр Розуваев был с нами на прямой связи. Мы обсуждали инвест-идеи на российском рынке, который ожил, наконец-таки. Всего доброго, всем добра, не расстраивайтесь, пристраивайтесь.